Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Что я хотела сказать Добавил DimaTorzok 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 Вначале на 0,5 мл мл Потом еще добавить 0,5 мл В общем чтобы было 3 полных Потому что ее уровень 4 в крови а должно, по идее, быть 10, хотя бы 8. И в то же время я написала, как она себя ведёт, если она будет более капризная, можете остановиться или повысить эту дозу и остаться с ней на пару недель, чтобы она привыкла, а потом повысить опять. Ну, короче, или, говорит, можете поговорить с мужем и решить, что хотите ли вы вообще-то делать. Короче, и туды, и суды, и типа он мне посоветовал, не посоветовал. Я, знаете, как палка о двух концах. Мне не хочется садить её ещё на высшую дозу, но, с другой стороны, явно эта доза не помогает на 100%, потому что у неё был приступ. Ну, понимаете, приступ у неё, когда у неё эта температура, а температура у нас, не знаю, палка о двух концах, о концах, тем более с этим вирусом, блин, не дай бог ей будет эта температура, которую фиг, бывает, забьёшь, да, и мы не готовы с лекарством. Короче, будем мы ещё с Дэнни разговаривать на этот счёт. Дэнни, я так поняла, серьёзно всё-таки планирует не выходить на работу. Я думала, что он что-то там подумал, подумал, нет. Ну, короче, позвонила ему его одна из начальниц, объяснила, что и как, и сказала, что, видите, тут такое дело, на помощь по безработице можно подавать только если... только если вашу компанию закрыли. Дэннину компанию не закрыли, но они делают какую-то там... я не знаю, как это называется, Дэнни мне сказала, но я вам не повторю, потому что я не знаю. В общем, какое-то особенное дело, что их работникам, которые всё-таки не выйдут на работу, можно подавать на этот unemployment, по безработице. В общем, вот такой план хочет подать по безработице. и говорит, когда всё уже устаканится, типа, он может вернуться, если будет место. Серьёзно? Если будет место, его место может и уйти. Понимаете, они могут ещё кого-нибудь нанять на его место. Ну, так как всё сейчас очень... всё под вопросом, не знаю, смогут ли они кого-либо нанять. И в любом случае, ну, короче, не знаю. Ну, на данный момент мы смотрим на помощь по безработице ВИЧ, которую мы вообще не знаем, дадут нам, сколько дадут, какая она будет там. Ну, плюс Трамп, по идее, должен дать 1200 взрослым. Мне, ему, может, детям. Я ещё это всё 100% не знаю. На это тоже надо подавать, на это тоже надо ждать. В общем, надо выжить, пережить и всё такое. Единственное, хорошо, что на бензин мы сейчас не тратим, хотя он сейчас дешёвый. Сидим дома, значит, меньше ходим по магазинам, меньше растраты, которые не нужны. Магазины закрыты и так. И я думаю, выживем. Ну, всё это так... Вот, вы работаете, вам пофига, а мой муж не идёт. Всё-таки сказал, что... Я ему сказала, что, серьёзно, не будешь идти на работу? Говорит, а ты бы пошла? Говорю, а ты меня пустишь? Я бы пошла. Нет, я не... Вот это, говорит, вот этого мне от тебя не надо. Вот именно от тебя. Зачем ты мне такое говоришь? Ну, короче, такой у меня человек. Значит, я его не заставлю. Он взрослый человек, он мужчина, он сам знает, какие у него ответственности. Его, значит, интуиция говорит, сидеть дома, значит, пусть будет так. Ладненько, пошла я. Тут мне... Каме. Пришла, чтобы меня не перебивать. Написала плакатик. Мама, можно я буду смотреть телевизор? А you're not gonna be with your teacher? At 2.30? No? I can. Ладно. Пошли. If you want to. Yeah. Пошли. Я еще хотела сказать, я так не договорила насчет невролога, что он сказал, что типа, я с вас возьму как за самый короткий прием. Я говорю, спасибо большое, бла-бла-бла. Ну, короче, потом мне секретарь перезвонит и говорит, а это будет стоить 100 долларов 60 центов. Я так... Я только что заплатила 250. Можно заплатить эти 100 долларов после того, как я оплачу третью часть за этот мозговой тест и потом уже заплачу за этот прием. Ой, мы такое обычно не делаем, давайте я поговорю. Я говорю, ну, понимаете, у меня муж сейчас, у меня на работе. Короче, потом вернулась и говорит, из-за такого экстремального времени только из-за этого мы вам разрешим это сделать, но обычно вы должны платить это все наперед. Короче, ни ты Дэнни, ни сюда, и Дэнни тут у меня в ухо. Что такое-то? Мы еще не должны делать скидки, что это такое? Ну, короче, да, вот сделали скидки на долларов 50. Но все равно 100 долларов за болтовню на телефоне. И типа, можете повысить, можете не повысить. Да мы и сами можем так решить. Знаете, единственное, что мне этот доктор нужен, если мы будем принимать лекарства, чтобы он мне выписывал это лекарство. А так вот это его большие советы, и мы и так это знаем, и можем сообразить. Это им и так уже было понятно, что явно у нее лекарства очень на малом уровне, если у нее вот эти частичные приступы все-таки случаются. в общем, сегодня мы получали официальное письмо со школы, что выпускники не едут в Disney World. Это официально уже отменено. Джульетта уже ожидала, но, конечно, все равно расстроена. Единственная хорошая новость, деньги, которые мы уже заплатили, это 1200 долларов, пойдут в сторону оплаты школы на следующий месяц, так что это, конечно, уже большая помощь мне. Они надеются, что, может быть, сделают путешествие либо в июне, либо в июле, если будет позволять ситуация как-то так. Кстати, я чуть не забыла и для этого момента даже накрасила губы, так как у меня безмакияжный день, думаю, надо накрасить губы. К чему это я? Дело в том, что я хочу передать привет одной из моих подписчиц, которая, оказывается, меня уже смотрит долгое время. и она живет в городе Васильков в Украине. Так что большой привет Ане Самойленко. У вас сегодня день рождения. Я вас поздравляю, дорогая. Желаю вам всего самого наилучшего. Мне так приятно делать такие небольшие вставочки, потому что это означает, что есть люди, которые так любят своих женщин, заботятся о них, что просят меня им помочь. И, дорогая Аннушка, вы любимы, о вас заботятся, и я надеюсь, что, несмотря ни на что, на этот карантин, на эти все невзгоды, у вас будет прекрасный день рождения и прекрасный предстоящий вам год. Ваш супруг молодец, хороший мужчина. А также хочу вам сказать, что у вас все получится в изучении английского языка. У вас и так уже все хорошо получается. Ваш муж вас верит, и я только могу вас подбодрить в этом деле. Если вы ставите цель, у вас все получится. Мне помогло смотреть английские фильмы, которые я уже, знаете, диснеевские фильмы, мультики, которые вы уже знаете на русском языке, они более легкие, и начните с них, а потом можете постепенно переходить на англоязычные фильмы, может, которые вы тоже видели. И это очень помогает. также я не знаю, доступно ли это вам, но я также начала читать англоязычные книги, те, которые я уже читала на русском языке, и это тоже мне помогло попервой. Так что желаю вам удачи, у вас все получится, вы прекрасны, любимы, и сегодня такой прекрасный день, день вашего рождения. Мы празднуем вашу жизнь. Всего прекрасного вам. В общем, я готовлю, чищу картошку для Жаркова. Мясо у меня уже там тушится, говядина, говяжья. Я обычно с курицей, с курицей, думаю, давно что-то мы говяжьего Жаркова не ели. А Дени с младшими во дворе, Чашик, такой довольный, такой довольный. Дени там вычищает наши завалявшиеся тренажеры. Хочет заняться спортом. Время уйма, надо как-то развлекаться. Вот. И Чашик такой счастливый, когда его выводят по двору. Это такое большое у него счастье. Я думаю, слава тебе, Господи, что есть этот двор. В общем, он там папе помогает. И тренка тоже. Дело в том, что у нас сегодня очень ветрен. Палки падали с утра. И должен скоро пойти дождь. И будет похолодание на пару дней. Так что пусть наслаждаются, пока есть время. Пока есть такая возможность. потому что скорее всего мы застрянем на пару дней дома. Вот. Так что такие дела. Ладненько. В общем, уже всё. Смешала я овощи с мясом. Аромат. Очень вкусно, потому что уже старые девчонки пришли. у меня ещё овощи не готовы. Я только сейчас туда добавила. Включаем. А вот что это, друзья? Жаркую или рагу или что это называется? У нас в Америке это называется стю. Так что скажите мне, правильно я говорю, когда я говорю жаркую? Или жаркую это то, что в духовке? Ну, идея, в общем-то, та же самая, по-моему. Только я это делаю на это на комфортке. В духовке я разделала, не было таким успешным, как вот это. Просто это больше как американский вариант, к которому привык маму. Всё, ужин готов. Петрушечку добавила. Всем приятного аппетита. Ещё забыла вам сказать, что Анжелика вчера узнала, что всё, компания ей прекращает платить за плату, так как это не является важным бизнесом, они закрываются. И с 5-го числа у неё зарплаты не будет. Не будет. Поэтому ей можно теперь подавать на безработицу. Я вообще не представляю, какое количество сейчас будет на безработице. Как это государство будет тянуть и что из этого получится. Рики на данный момент тоже не работает. уже получил первый чек по безработице. Так что теперь надо соображать, как это делать для Анжелика, для Дэни. И походу для мамы надо тоже что-то соображать, потому что у неё пенсия очень маленькая была, потому что она работала. Но на данный момент, я думаю, надо теперь им дать знать, чтобы повышали ей пенсию. Либо давали по безработице. В общем, надо узнать эти все нюансы. Я не совсем уверена, как в её ситуации это всё срабатывает. Ну, а я, наверное, буду закрывать влог на это. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо, но просто на данный момент это наша реальность. Мы проживаем с вами историю, историю, которую наши внуки будут изучать в школе. Это, конечно, вау. А я что-то хотела умное сказать. Ну, да ладно. В следующий раз что-нибудь умное вам поделюсь. Я надеюсь. А я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр. Вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч и ба-ба. Субтитры сделал DimaTorzok